Добрый вечер, приветствую вас в программе по-русски с немецким акцентом. С нами сегодня на связи завсегдатой нашей программы Альфред Кох. Здравствуйте. 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 Как вы там поживаете в Верхней Баварии во времена коронии? Хотите сказать, шуми, но во времена... Нормально мы поживаем. Мы уже почти не чувствуем никаких ограничений, потому что мы ходим в рестораны, ходим по магазинам. Мы собираемся ехать в отпуск в Хорватию, поэтому уже, честно говоря, практически не полкарантином ехать. А что, в Хорватию летать уже можно или на машине оттуда? Так, это проще. Как вам нравится новая инициатива Путина, которая сейчас хочет все-таки референдум проводить 1 июля? Моя первая реакция была, что он перебарщивает, что людям сейчас не до этого, что это не пир во время чуми, а референдум во время чуми. И что это может все-таки нагнетать обстановку. Ну, я могу сказать следующее, что, во-первых, это не референдум, а во-вторых, это не чума. Референдум не чума или корона не чума? Да, и референдум не референдум. Поэтому я могу сказать, что мне кажется, что все это довольно смешно, нелепо и совершенно не нужно. Проводить этот опрос народа, то есть, юридически все поправки уже вступили в силу, и об этом председатель Центра избирательной комиссии открыто говорит, и говорит, что вы, собственно, будете голосовать, потому что Путину хочется узнать ваше мнение, а не потому что это как-то влияет на принятие решения. При этом правила голосования таковы, что они могут быть легко подделан, и, собственно, народного выезда в Луи-Извизи, но не будет фактически. Поэтому мне кажется, что это совершенно какая-то абсурдная затея, которая ничего хорошего не даст мне ни кремлю, ни народу, ничего. То есть это как в ресторане, когда мне уже приносили блюдо, которое я не заказывал, а потом еще говорят, что вы можете смотреть в меню, но блюдо все равно уже не может. Да, мы видим, что вы все равно заплатите, можете есть, можете не есть, это ваше мнение. Но все равно для популярности Путина это не очень хорошо. Все-таки я думаю, многие люди будут этим недовольны, или кажется вам, что я тут, наоборот, неправильно оцениваю, что они скажут спасибо государю, что он нас хоть спросил задним числом. Ну, я, честно говоря, не знаю, как народ там реагирует. Судя по социологии, которая доступна в интернете, рейтинг Путина постоянно снижается. Сейчас я отношусь на каких-то там достаточно низких значений. Доверяете ли вы Путину, помню, 25% ответили, да, да, из свободного ответа. Это по вопросу СОО, даже не Левада-центра или там фонда общественного мнения. Это в СОО показалось, что только 25% россиян вспомнили Путина как политик, к которому они доверяют. Поэтому я думаю, что референдум, который не референдум, а, так сказать, опрос общественного мнения, мне кажется, что он не так сильно повлияет на рейтинг, так как на рейтинг влияет на еще падение жизненного уровня, карантин какой-то гротеск на ней. Все-таки сейчас в ситуации кризиса обычно люди вокруг своих руководителей вообще собираются, уплотняются. Там даже у Меркель вырос рейтинг чуть ли не в два раза, что мне лично непонятно. И это стандартное явление. А в России практически наоборот. Что именно Путин делает не так? Вы меня спрашиваете? Вы меня спрашиваете? Да, конечно, вы же главный знаток Путина. Чуть ли не говори путинист, что был бы обидом. Путинолог. Нет, я не главный Путинолог, безусловно. Я не главный Путинолог. Главный Путинолог – это Павловский, во всяком случае, он так себя называет. А я не главный Путинолог. Я любитель. Что он делает не так? Да он все делает не так, мне кажется. Единственное, что он делает так, это он хорошо умеет собирать деньги и на эти деньги нанимать себе пропагандистов, которые рассказывают о том, что все остальное он делает плохо. Все остальное управляет страной плохо. Плохо занимается международной политикой. Россия потеря лишена союзников. Плохо занимается экономикой. Жизненный уровень населения постоянно падает. В Аббе не растет. Структура промышленности архаичная. Структура экономики ужасная. России никто не веет. Капиталы утекают из России. Инновации не разливаются. Ну, там можно огромное количество причин назвать, почему он плохо работает. То есть правление 27 Путина – это 22-й конечной катастрофы права. Единственное, что хорошо, это пропаганда и создание неких малопрозрачных фондов, из которых он финансирует пропагандистские аппараты. Но еще говорят о том, что сейчас и пропаганда работает против него, в том плане, что он все время вести заговоры, видит, и все не так. И теперь очень многие верят, что корона – это тоже как бы что-то, что Запад там придумает, враги России. А тут он вдруг так же ведет себя, как Запад, то есть тоже делает карантин, тоже делает эти все шаги. И тут как бы замкнутый круг какой-то получается. Ну, получается, и что? Я сейчас говорю, понятие, в чем дело. Можно сколько угодно, надо обсуждать о том, хорош Путин или плохо, хорошо он работает или плохо. Мы с вами, единодушно, потому что он плохо работает, что его деятельность, безусловно, вредна и России, и человечеству в целом. Но что из этого следует? Свергать его никто не свергнет. Сила его еще достаточно большая, денег будет еще достаточно много, штуков и людей, которые будут его защищать, и ради него будут отбивать других людей еще много. Я вам приведу все время простой один пример. Тут существует Венесуэла, да? Вот там уровень нищеты и уровень развала не сравним с Россией. И даже этого уровня недостаточно, чтобы свергнуть Мадуро. Можно всегда ГДР как противоположный пример привести? Ну, слушайте, ГДР, потому что другая история. ГДР был, скажем так, сателлитом Советского Союза и в значительной степени зависел от политического настроения в Советском Союзе. Поэтому, когда мы говорим о ГДР, нельзя это рассматривать, как ни в субъектную страну. Она в значительной степени финансово зависела от Запада и Германии, а политически зависела от Советского Союза. И когда в Советском Союзе начались серьезные политические изменения, то, естественно, они не могли не отразиться на ГДР. Намного более интересен пример Румынии, где Чаушеску пытался удержать свою власть за демократизацией в России. И народу в этом свет. Но теперь мы знаем, что эта революция, которая случилась в Румынии, она, оказывается, была в значительной степени инспирирована помощниками и ближайшими соратниками Чаушеску. А у Путина такое не может? Мое понимание такое, что пока не начнется раздрайв внутриэлитный в России, сделать ничего будет невозможно. А этот раздрайв еще не начался? Ну, у меня пока еще нет никаких сведений, что он начался. И я не вижу никаких причин, почему нужно считать, что он начался. То есть Путин досидит до конца своих многочисленных обнуленных сроках? Какие слова сложные. Ну, мне кажется, в той или иной форме, да, понимаете. Он же мог в России этих обнуленных не делать, он мог опять очередной рокировки сделать. Но что, мы повяжемся одну рокировку, потому что она ничего бы не изменила, и вторая рокировка была точно такая же, как первая. Одни, те же, ну, нет, не будем про те же яйца, это плохая поговорка, но те же пироги, только под другим ракурсом. А как вы считаете, почему в России официально число смертей от короны такой низкое? Это по старому лозунгу Черчиллу, не давая ни одной статистики, которую ты сам не сманипулировал? Или все-таки тут другие факторы, как прививки от туперкулоза, которые были раньше обязательные? Ну, вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что вы же знаете, что я известный кирпич. Коронахульник. Коронахульник, да. Вот, поэтому мне кажется, что все остальные страны показывают зарушенную статистику, а Россия показывает реально шутка. Но это шутка. Я думаю, что весь вопрос в КПА, который власть ставит перед органами здравоохранения России. Чтобы я понимаю, за каждого больного, положенного в стационаре с диагнозом COVID-19, бюджет платит больнице 200 тысяч рублей. И поэтому количество больных резко выросло, когда появился этот показатель. Когда это стало выгодно, то стали там целые выставочные залы переделывать на стационары и так далее. Хотя в такой огромной госпитализации нет никакой нужды, потому что больных приводят, складывают в эти ангары, да, и дальше их лечат таблетками. Это почему им дома нельзя лечить этими таблетками? Что они такого с ними делают? В этих больницах чего нельзя было сделать амбулатор? Понимаете? Вот. Никакого другого специфического лечения именно COVID-19 нету до сих пор. И никаких специфических лекарств, лечащих именно COVID-19 нет. Лечат обычную пневмонию, как всегда, антибиотиками и всякими другими лекарствами. Ну, так почему ей нельзя лечить дом? Почему для этого нужно человек развести? А именно потому, что за каждого привезенного в больницу и положенного в плане, поэтому такое огромное количество больных, поэтому Россия на третьем месте по количеству инфицированных, поэтому 4 миллиона тестов и так далее. А почему такое количество маленькое мертвых? Потому что это наказывают... Вообще, все просто. Стимулируете количество больных, и оно им будет миллион. Наказываете за то, что они убирают, и их будет мало. Вот и все. Поэтому в России, в отличие от других стран, где инфицировано COVID-19 человека, даже если он умер от другой болезни, все равно, так сказать, зачисляют вымышленных от COVID-19. А в России даже те, кто умер от COVID-19, стараются зачислить по какой-то другой статье. Поэтому, мне кажется, мы вообще не имеем релевансной статистики по всему миру. И по России в частности. И в России тем более, мы были встали за традициями, как говорится, подделывая статистика. И реально нужно смотреть на общий цифр смертности. Потому что, например, в Германии у нас очень хорошие низкие показатели по смертности. Но мы же ведь не знаем, сколько людей умрет реально от того, что им отказали в медицинской помощи, поскольку ждали наплыва больных с COVID-19. И сколько этих онкологических, сердечных и других больных, которые умруют, потому что они не получили вовремя медицинской помощи. Вы же знаете, было исследование, по которому 50% людей, которые нуждались в специализации по поводу онкологии, не были специализированы, им отказали в специализации. Плановые операции были отложены. И так далее, и так далее. 150 тысяч. Коев в Германии стояла свободная и незанятая больница, потому что ждали наплыва больных с COVID-19, которого не случилось. Потому что вы же знаете, что прогноз был на сотни тысяч, а этого наплыва больных не случилось. И немецкая система здравоохранения легко справилась с тех, которые ее купили. И резервы у нее еще были огромные. Поэтому будет по концу года, а может быть даже еще и дальше смотреть, как реально на смертности отразятся все эти упражнения с карантинами и прочее. Я думаю, что ситуация будет не очень хорошая. Вы знаете, что была огромная перепалка между Financial Times, New York Times, с одной стороны, с другой стороны, НИДом, который требовал, или все Захаровые, требовал извинений, за это, так сказать, неправильно, и прочее, прочее. Знаете, да? Нет, что там было, расскажите. Ну, там было, что по сравнению с 10 последними годами средний показатель смертности за февраль, марта, апрель выше, чем средний показатель в этом году, выше, чем за последние 10 лет, чуть ли не там, на 70 тысяч. Я не помню точную цифру, но там какие-то большие цифры. При этом больных от ковида у вас только там 4 или 5 тысяч, как говорили, значит, чего? Значит, вы прячете реальных больных от ковида в этих тысячах, потому что никакими другими способами не объяснить, откуда взялись эти лишние смерти, да? Так вот, я легко могу объяснить, откуда взялись эти лишние смерти. Это люди, которые умерли, потому что им отказали в медицинской помощи не больные ковидом, а другими болезнями. Когда им отказали в медицинской помощи, потому что все ждут больных ковидом. Вот. И вот это вот план за карантин. Вот это всплеск смерти. Не от ковида. А какие будут экономические последствия, если сейчас рынки уже поднимались чуть ли не до уровня докризисного, и многие уже говорят, что не будут. Другие, в том числе, считают, что все-таки ущерб, который был нанесен, что он все-таки весомый, и что так легко не будем отделиваться. Ну, существуют разные точки зрения. Они считают, что рост будет очень быстрым, и мы за полгода вернемся на ближний уровень ВВП, где-то там побыстрее, как в Германии, где-то помедленнее, например, в России. Но так или иначе, рост будет очень быстрым, и очень быстро все восстановится, потому что инфраструктура готова, люди есть, никаких бомбардировок в Грездене не произошло, поэтому инфраструктура есть, и все быстро восстановится. Вот. Ну, мне так не кажется, хотя, в общем-то, наверное, все-таки рост будет не очень легче, достаточно быстро, но все-таки есть вещи, которые не могут пройти без последствий. Во-первых, так сказать, пострадала очень сильно сфера УТУ. И как она восстановится, не очень понятно, и в какие срочи, потому что помимо того, что обанкотились мелкие ресторанчики, отельчики и так далее, и так далее, фрукфирмы, все-таки такого количества талантливых, ярких людей, которые в состоянии держать стойчиво таким маломаржинальным бизнесом, как, например, гостиничный или ресторанный, их не так много. И если эти люди из бизнеса уйдут, новое появится не скоро. Это восстановление такого рода бизнеса, это не всегда функция денег. Это иногда еще и просто лидирует квалификации вот этих людей. И эти люди должны появиться, они должны созреть. Но это как бы вопрос диспансионный, здесь я готов услышать какие-то корни. Но также очевидно, что такие огромные вливания в экономику не могут не сказаться в целом, во-первых, на инфляции. Вот-вот. Да, во-вторых, на налога. Откуда-то эти деньги берутся. Если они просто печатаются, значит, будет инфляция. Если они, так сказать, пытаются все-таки эти деньги собрать с населением, прежде чем раздать. Значит, будут рост налогов. А, скорее всего, будет и то, и другое. И это тоже, так сказать, рост налогов, конечно же, скажется на вреде экономического роста. И они и так высокие налоги, например, в Европе. Поэтому я не думаю, что это пройдет так вот безболезненно. Плюс вы не забывайте, что все международные организации в Адингулах говорят о том, что эта рецессия, безусловно, скажется на странах третьего мира очень серьезно. И там начнутся реальные проблемы с голодом массовым. Миллионы людей останутся без доходов. Один на один. Там, вы слышали, да, варки, там, кранча все сжирают. Они останутся без урожая, без денег, ничего. И мало того, что нужно будет просто тупо туда и ввести еду. Ну, это все денег стоит. Но это как бы само собой разумеется, что человечество должно помочь голодатам. Но мы, поедем, получим новую волну мигрантов через Средиземное море. И они опять окажутся в Европе. И что с ними делать? Это будут миллионы людей снова. Сейчас Центробанк и правительство, они буквально заваливают рынки деньгами. Там миллион долларов, по-моему, только в Америке предоставили. Там, как говорится, из вертолётов раздавали деньги. То есть, каждой семье. У нас сейчас это большая программа. Там 500 миллиардов южным странам и прочим. Это же, в принципе, ничего другого нет, чем печатный станок. Вы экономист, вам это виднее. Но это же не может не повлиять на цену этих бумаг, которые мы называем деньгами. Это же инфляция. Но если в замене этой инфляции будет экономический рост, то это хорошая плана. Но я ещё раз говорю, что мы последствия всей этой рецепции ещё до конца не понимаем. И вот это важные последствия, которые непрямую связаны с банкротством бизнеса, тут очень многие говорят, ну, это банкротство, условно говоря, Людганда. Ничего страшного, да? Появятся у неё новые акционеры, и будет ещё лучше прежнего. Но это же не всё так просто. Людганда – это корпорация. Значит, консервативной политикой. Наверняка она поделила во все, так сказать, рейтинги самых надёжных бумаг. Значит, в них могли инвестировать пенсионные фонды. Если банкротится Людганда, значит, это огромное количество людей потеряет в своей сбережении, пенсионное накопление, страховые взносы. Это всё не так просто. Поэтому говорить о том, что вот об откроется одна компания – ничего страшного, там другая об откроется – ничего страшного. Если это касается какой-то ресторанчика или отеля, то это трагедия какой-то одной семьи, да? А если это, так сказать, огромная корпорация, то это трагедия уже миллионов людей, которые потеряют своё инвестиционное накопление и страховые планы. К этому сейчас ещё пришли и другие проблемы, особенно в Соединённых Штатах. Если там смотреть, там картины, как будто там гражданская война. Если я правильно помню, Дональд Трамп сейчас должен был даже в бункер Белого дома уходить. Я читал, что это первый раз после 11-го СНДП 2001 года, что президента как бы загнали в бункер, он объявил, что Левиев этим виноват. То есть у нас такая опасность с двух сторон, да? То есть тут такое расслоение общества. Первый раз такой, ну не первый раз, но в таком массовом виде это всё-таки первый раз, что даже президент в бункер должен спрятаться. Что там происходит? Ну, чтобы я понимаю, там происходит бункер, прежде всего, как видно из репортажей, бункер вот этих вот нижних слоёв общества, которое было провоцировано вот с событиями в Миннеаполисе, где полицейский так жёстко обошёл с интересованным афроамериканцам, что тут, в конечном итоге, от этих его приёмщиков умер. Вот. Это вызвало шлеск возмущения, прежде всего, афроамериканское общение и потом у всех остальных своих в своё обществе. Начались огромные манифестации, которые, конечно, мы какие-то сопровождались потом погромами, разгромом магазинов, ресторанов, кражами, граблениями и так далее. Во всяком случае, в Нью-Йорке я знаю точно, что на Маккетке были погромы, грабили магазины, вытаскивали товары и так далее. Дональд Трамп объявил главным виновником антифа, а в Германии антифа – это любимые детиши многих политиков. Даже называет некоторой Меркель «мамой антифа», председатель социал-демократической партии Саска Эскен сказала «я антифа» и тут очень много политиков, очень много журналистов, которые с огромной симпатией относятся к антифа и полностью искажают историю. Они думают, что антифа, антифашистское движение – это борьба с фашизмом. Если смотреть, то уже Сталин в 30-х годах использовал это название так, что они социал-демократов объявили фашистами и антифашизм был направлен против социал-демократов. Это всегда был коммунистический такой лозунг, а у нас в Германии это забыто, теперь это доброе, хорошее. Как это происходит? Ну, вот тут я знаю, как это происходит. Это да. Как происходит восхищение антифа, я не знаю. Но оно происходит. Мне кажется, что проблема радикализации левого класса это проблема достаточно глубокая, и как этим уже не будет. Ну, вот смотрите, у нас в Германии, да, чем более радикальный левый политик, тем более он популярен. Чем более радикальный правый политик, тем более он популярен. То есть проседает в центре. Не популярен. А, ну в чем-то и популярен, да. Так, ладно, надо вам в политику альфы. Не делают резких заявлений, предлагают как-то все это сглаживать углы и прочее, прочее. Поэтому в обществе появилась мода на революционную фрагу, как вправо, так и слево. Вот, на некие, так сказать, простые и зубодобительные рецепты, на какие-то, может быть, наивные, но очень, как говорится, красиво выглядящие программы. Типа, давайте убьем всех коров, и когда они перестанут пукать, и не будет выброса углекислого газа свежего, да. Или, там, перестанем летать, будем ходить пешком, и поэтому атмосфера будет спешит. Это все очень простые рецепты, которые, в общем, нравятся основной мать избирателей, но в реальности они, во-первых, либо нереализуемы, либо они ничего не решают. Но выглядит красиво, поэтому почему эта мода появилась, почему проседает центр, но наиболее очевидный ответ состоит в том, что, видимо, потому что уменьшает средний класс, он носитель центризма, он носитель этой стабильности, он является той самой массой, которая делает общество с очень большой инерцией, он не позволяет ему метаться, он общество утяжеляет, делает его более, так сказать, стабильным. Вот, почему умирает средний класс? Ну, тоже потому что, видимо, умирает, прежде всего, вот, так сказать, такая каска людей, такой слой, такой клад людей, как индустриальная рабочая. Поскольку индустрия становится все более безлюдной, роботы вытесняют людей и так далее. Умирает средний класс, потому что офисные работники как профессию умирают, потому что их тоже заменяют компьютер, появляется огромное количество людей, которые раньше были средним классом, теперь становятся нижними слоями общества, поскольку они фактически деградируют в профессиональном плане. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что высокая производительность и эффективность экономики, которая может быть достигнута за счет внедрения роботов и всевозможных компьютеров, которые заменяют как белые, так и синевородничковые дети, она, конечно, приводит к чему? Потому что очень маленькое количество людей способно создавать продукт, который больше, чем в прошлые годы создавала вся НАТО. И остальные люди оказываются неуделы, остальные люди просто становятся зрителями этого, и поэтому происходит расслоение общества. На одной стороне оказываются очень богатые люди, а на другой стороне очень бедные. И вот раньше этот средний класс был опорой государства, опорой нации, и эти две наших партии, социал-демократы и блок ФДС, ФСС, он составлял, в общем-то, цемент общества. А сейчас люди рассыпаются по краям. То есть русификация идет, как в России, там уже практически нет среднего класса. Да, но это, я думаю, что это и в Америке происходит, и везде происходит. Средний класс исчезает, и что-то здесь делать непонятно. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что, наверное, надо какие-то... Ну, я плохой футуролог, мне трудно судить, как... Постарайтесь. Да, но мне кажется, что общество в скором будущем окажется перед той проблемой, что труд станет привилением. Да. Право трудиться нужно будет заслужить. Потому что только очень квалифицированные, очень талантливые люди, люди, обладающие уникальными компетенциями, только они смогут найти применение на рынке. А все остальные люди, которые занимались судить какой-то достаточно рутинной работой, они, оказывается, не удел, потому что их намного лучше и эффективнее заменят роботы. То есть мы в интересные времена живем. Как китайцы говорили, это проклятое жить в интересные времена. Это был бы повод для отдельной передачи, но наше время сегодня уже, увы, истекло. Так что вынужден прощаться. Спасибо большое, что вы были с нами. Напоминаю, на связи в Верхней Баварии Альфред Кох. Спасибо и до свидания. До свидания. И спасибо и до свидания вам, дорогие телезрители. Смотрите нас снова в следующую Субботу в 20 часов на канале Ост-Вест или, если пропустили программы по русски-немецким Центрум, можете смотреть на сайтах канала, в соцсетях и в других источниках, которые вы вот сейчас увидите. Спасибо. До свидания. До побачения. Субтитры создавал DimaTorzok